Здравствуйте! Я сразу представляю своих гостей, которые сегодня на передаче у меня. Наталья Сапак, искусствовед, Сергей Гаврилов, писатель. Ну, в общем, трудно вас представить только одной строчкой, потому что вы люди известные у нас в Николаеве, да? Вы многогранные в понятии и творчества, и отношений людских, и работы своей. Но что вас объединяет от двоих, да? Что вы интеллигенты, понимаете? Добранное слово. А я, наоборот, хотела сказать, что я не хотела. Выбери другое, Сергей. Давай переведи меня на простой человеческий лад. То есть люди, которые, ну, имеют какое-то отношение к искусству. Вот у нас, Сергей, с тобой и с вами, Наташа, понятие художники – это не только то, что они делают, правда же? Как-то так получается, что именно в этой среде у нас больше всего хороших и добрых знакомых, будем говорить. У кого-то друзей, да? Эти люди, которые нам близки по духу. Но часто, часто, вот то, что они напишут, а я уже слежу за ними, и вместе иду по жизни с многими уже где-то полстолетия, да? Часто мне не очень понятно. Но очень заметно это непонятно. Знаете, когда? Когда я снимаю на вернисаже, да, и люди смотрят на картину, она сложная для восприятия для них. Любого современного художника сложная, не правда ли? Конечно. И вот они мне спрашивают, а что он хотел сказать, понимаете? Вот начну я с самого главного нашего художника, в ухом нему земля, как говорится, с Андрея Антонюка. Да, может быть, это среди нас, Николаевцев, самый, самый именитый, самый, может быть, гениальный и самый не очень понятный художник. Техника темперы «Мама». Посмотрите на Андрея, маму, на ее фигуру. Здесь что-то и девичье, и взрослая женщина. И бесконечная, бесконечная судьба одного человека. Там, за окном, мир, и здесь хлеб насушный. Переход от этой картины мамы, вот и к этой. Это мощные фигуры, ассоциация вот со скифскими бабами. Это люди, которые уходят в вечность, и памятником им становится сама их жизнь, воплощенная в работе Андрея Антонюка. Слепый музыкант Василь Ярошенко. Таня Бахтова сказала вот какую фразу, и она понравилась мне. Сочинять музыку могут единицы. Исполнять музыку могут все. Не все, конечно, но многие могут исполнять музыку. Вот Андрей Антонюк был композитором. Он не только придумывал, но придумывал много. И все это вмещал в одной картине. Все это здесь. И композиция, и цвет, и свет, и фигуры необычные. Я мало знаю людей, которые точно могут определить стиль и жанр. Вот я прошу вас, Наташа, стиль и жанр по отношению к нашим художникам. Пожалуйста. Ну, дело в том, что да, если мы говорим об Андрея Антонюке. Вообще, вы знаете, чтобы толковать об искусстве, ну, может быть, я говорю с точки зрения профессионала, надо всегда знать немножко хотя бы историю. То ли особенности творческих поисков художника, его взгляды, если мы говорим о конкретном художнике, или о каком-то этапе, периоде, стиле в искусстве. Потому что вот просто так прийти, ну, я не хочу обидеть светлую память Илье Ефимовичу Репину, но прийти и посмотреть его картину, и все ясно, понятно. Ну, вот бурлаки тянут эти лямки. Да, тяжелая жизнь простого трудового народа. Это был тот период вот академического реализма, как его называют, передвижничеством, да, когда, в принципе, художник ориентировался на простого рядового человека, и чтобы это было все ясно и понятно. Но прошло сто и более лет. И жизнь, как и мы с вами не стоим на месте, мы совершенствуемся, где-то усложняемся, где-то теряем то, что когда-то было... То есть потребитель стал другой, да? Совершенно верно. И вот уже и искусство, соответственно, становится другим. Хотя и холст, и краски, и карандаши, и резцы никто не отменял, правда? И мастерина тоже, да. Да, понимаете? А вот получается совершенно иное. И перед картинами того же Андрея Антонюка, или светлой памяти Алексея Маркетана, который недавно от нас ушел, люди останавливаются и часто не знают, что это и как. Вот для понимания такого, Сережа, ты со мной согласен, надо действительно, хоть пусть какие-то небольшие, но знания, комплекс знаний. Потому что художник усложняет в силу своего человеческого творчества, как я, усложняет передачу темы средствами искусства. Вот это очень показательно и для того же Андрея Антонюка, и тем паче для Алексея Маркетана. Честно говоря, Андрей Антонюк, ну, может быть, уже потому, что прошло не одно десятилетие после того, как он вот вступил на нашу Николаевскую землю, и вот так интересно, ну, вот, вошел в нашу среду художественную. Ты народный стиль определи его. Да. А вот я сейчас подхожу к этому. Давай, вот так, правильно. Так вот, дело в том, что это человек, который глубоко интересовался, знал украинскую культуру, народную. Да, Данилович, конечно, он был очень образованным. Да. Потом здесь еще, конечно, искусство украинского и вообще славянского средневековья. Потому что, когда мы говорим об Андрея, об его работах, то тут очевидно слияние в его творчестве. Вот он говорит, требуйте от меня, вот конкретно, да? А слияние в его творчестве и христианской культовой живописи, то есть иконописи, и народного примитива. Вот. Вот. И я, честно говоря, даже вот усматриваю где-то и переработку, но традицию и проторенессанса, раннего этапа возрождения. То есть вот то, что его интересовало, то, что он изучал, и то, что он объединил вот так своими образами, манерой, живописной манерой. Вот такой синкретический жанр, который, так сказать, берет рефлексия вся. Но это новое в художественном творчестве или нет? Если все вместе взять то, что вы назвали, это получается все-таки, ну, придумано уже по-новому, он вышел из того, что уже было в истории художественного творчества мирового. Да. Вот это хочу я знать. Я поняла. Вы знаете, тогда, когда он приехал и работал, а это 70-е годы, 80-е, фактически в украинском и вообще вот в искусстве, ну, можно говорить, в восточноевропейском, да, СССР, в пределах СССР, мне кажется, он был одним из зачинателей вот этого направления в живописи. Хотя из училища он вышел все-таки чистым реалистом или нет? Вот сейчас вот показывают его работы, те, давние, там все-таки, ну, и рисунок есть, и композиция есть, но уже какой-то налет чего-то такого уже просматривается, правда? Нет, ну, академическая основа живописная, конечно, была, потому что в Одессе, как в любом, это школа. Да, хоть чашелом, хоть сушкой, там тебя учат. Да, и никуда не денешься, это та основа, которую должны пройти все художники, которые хотят. Чего он отказался от этого? Ну, по всей видимости, во-первых, это были годы 70-е. Влияние перосмани было или нет? Возможно, и перосмани, а почему мы не говорим, вот я сейчас заговорила, вспоминайте, ну, правда, это русский художник Петро Воткин, обратите внимание, как он 20-е годы. А возьмите украинский художник Александр Богомазов, посмотрите, какой интересный был. То есть, это были 20-е годы. И одесситы, между прочим, там тоже есть вот такие вот. В Одесской школе, вот, все-таки в основе своей, если мы говорим об истории Одесской школы, все-таки основа была хорошая, заложена импрессионистическая. Потому что вот еще упомянутый мною Репин говорил о том, что именно Одесская школа, и одесские художники первыми обратились к импрессионизму, врезать к Европе. Ну да, импрессия, впечатление. Нет, да. Поэтому одесситы вот и смело выходили еще в конце 19-го века. Ребята, студенты училища выходили с преподавателями на природу, писали этюды. Поэтому импрессионизм в Одесской школе, он очень хорошо, ну, как сказать, с академизмом объединился. То есть, основа там рисунок, да, и, так сказать, форма четко идет. И в то же время вот эта импрессионическая манера живописная, это желание передать световоздушную среду, импульсивность вот окружающего мира, это прекрасно удавалось уже художникам Одессы. Этой весной коллекционер Вадим Юрлов пригласил несколько украинских художников сюда, на Пленэр. Они пошли туда где-то на Слободку, там делают такие маленькие дома, глинобитные. Они же и на Кинбурне были, да? Но сначала вот там, и в это время цвели сады вообще, вот это все дело. И вот я видел одесситов, которые вот смотрят, я вижу сюда, на этот домик, на это все, и пишут совершенно, что такое по-настоящему художник, и пишут именно впечатление от увиденного, чистая импрессия. Это все так ярко, сладко, великолепно, что и удивляешься, и в восторге. Ну вот я вот совершенно с Наташей согласен, все было в том, что вот тут нам сейчас вот грубо говорят, вот критический очерк, да, так, ну что такое паристотель и критика, это толкование. Почему там Андрей Данилович, светлый человек, сердце небесное, вот почему он именно так, а не по-другому стал писать свои картинки? Почему именно такая живопись? То есть вот Наталья перечислила там кучу составляющих, кучу составляющих, ну извините, мозги-то у него, вот рефлексия-то у него своя была, то есть и социальный опыт сюда добавляется, и то, и все, и пятое, и десятое. То есть здесь столько составляющих, которые, так сказать, вот именно манеру письма. Вот смотрите, вот вы, мы-то договорились о чем говорить? О потребителе, почему народ смотрит и ничего не может понять, да? Понятно, да. Да, уже смотрят на черный квадрат Валевича, что это такое? Вот ко мне тоже обращаются, что это такое? Говорят, что это, я тоже так могу, ты так не можешь. Говорят, почему? Ну потому что, я говорю, это модифест, потому что за этим стоит что-то другое. У тебя в башке масла нету столько, чтобы написать вот этот свой черный квадрат. Приди к этому, сначала же приди к этому надо. Ты сначала приди к этому отрицанию формы, а потом уже пиши свой черный или красный или зеленый квадрат, или любой другой квадрат. Ну ты так говоришь, все-навсего бизнесмен, там, менеджер, там, или кто-то, мерчендайзер. Ты никогда не напишешь свой черный квадрат, ты просто потребитель этого. Вот ты ничего не понимаешь, вот Наталья права, надо хоть какой-то вот плентусовый уровень знаний. Да, я вот хотела добавить, что действительно, вот это как раз те годы, когда был очень сильный интерес к национальной истории, культуре, к уважительной отношению к народному искусству стало изучаться. А все плевали против ветра, потому что это украинский национализм, он преследовался. И, кстати, Даниловича тоже там преследовали. Вот он досталось от ГБшников в свое время, да? Да, были моменты, да. То есть, это не просто вот там, вот он там против ветра, это была потребность такая. Его потребность? Его потребность, вот обретение своих корней каких-то. Не только корней, а все-таки обретение, мне кажется, свободы. Потому что время, что было несвободное, правда? Он таким образом выходил из этой савдепии через свое творчество, через свои картины. А вот Лешу, про Лешу Маркетана расскажи. Вот смотри, у него там такой тонатос. А, да, вот это вот. Теперь постмодернизм. Да, да, да. Вот мы говорили, да, импрессионизм, ну и, собственно, вот традиция. Потому что я еще до Леши хочу сказать о том, что вот у нас еще что интересно, вот я на что хотела акцентировать внимание еще. Вы знаете, у нас так вот интересно сбежалось, что не было, вот как в Одессе, своей школы художественной, ну вот училища в частности. И когда образовался союз, смотрите, у нас такое образовалось интересное сообщество художников. Булавицкий из Тбилиси приехал, Лебедь приехала из Киева, кто-то в Москве учился, в Питере Макушин и Баляков учился. Ну, в основная масса из Одессы. В Городе, там из Казахстана, откуда-то там. Да, понимаете, вот еще этот момент. То есть вот наше вот это творческое разнообразие, вот может быть, еще и сформировалось вот на этой почве вот такого, ну, характера, я даже не могу назвать, вот определение отдать этому, вот такого разнообразия школ. То есть какая-то политичность, да? Да, 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 совершенно верно. Вот этот момент очень характерный. Ну, Сергей говорил о маркетане. О маркетане. Как из реализма человек вышел в пост? Да, он закончил школу. Постмодернизм, и что такое постмодернизм? Вот, потому что, понимаете, постмодернизм, действительно, вот так двумя словами не скажешь. Вот здесь я себе вопросики поставил, потому что модернизм, это современный, там где-то так написано, модерн, асимметрия, модернизм, а постмодернизм? Так, значит, вот если говорить отсюда, да, модерн и модернизм путят нельзя. Совершенно верно. В модернизме были четко определены, вспоминая, экспрессионизм, абстракционизм, вплоть до сюрреализма Сальвадора Дали. И, в общем-то, вот эти направления, которые объединены, в общем, в модернизм, они были довольно чёстки. Постмодерн. Поструктивизм там, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. А вот постмодерн, он ещё более усложняет, я бы так сказала, не, неправильно, не усложняет, индивидуализирует творческое восприятие и творческую передачу художникам окружающей действительности. Понятно ли я сказала? Почему? Потому что здесь акцент идёт не на то, чтобы художник в доступной, понятной форме объяснил зрителю, что он хочет сказать. А чтобы зритель выступил соавтором художнику. И не всегда мысль, которую и идея, которая заложена в работе и того же Алексея Маркетана, должна быть понятна и воспринята точно так же аналогично зрителям. Зритель правит додумать, создать свой образ, свой ассоциативный ряд. Ты со мной согласен? Я согласен. Он же оппонент у меня. Нет, я не хочу быть твоим оппонентом, по одной простой причине. Зритель должен совершить какую-то работу. Да, совершенно верно. Он потребитель, он смотрит. Умственную работу, ассоциативную. Да, совершенно верно. Потому что, с другой стороны, постмодернизм – это известный разрыв в содержании формы. То есть, вот как у Лёши Маркетана. А вот Серёжа уже, да, вот это всё детализируешь. То есть, вот у Лёши Маркетана это, так сказать, вот анатос, это вот чёткое направление на смерть. То есть, вот что-то такое потустороннее, потустороннее, но живопись там у него светлая. То есть, вот через смерть к светлой жизни. То есть, вот через какие-то страдания. По крайней мере, настроенчески это выглядит так. Ну, а зритель, вот потребитель, ну, как он может? Он только видит настроение. Я бы Лёше Маркетана картинку в своём доме не повесил. Но масса людей, масса людей, он очень востребованный художник. Они его там покупали. Ну, вот это не моё, допустим. Хотя он очень талантливый человек. Это штучный талант. Это можно, это ты понимаешь, что он очень талантлив. Да, это не я понимаю. Такое образное мышление. Это все понимают. Так он, да, свои образы в таких формах передавал. Ну, Лёша вообще, конечно, он уникальный человек. Так он, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, если вот интересная связь Антонюк и Маркетан, ведь, если ты помнишь, и Маркетан, и Витя Покиданец, они вот, я не хочу, слово такое, вот пристроились, ну, в хорошем смысле этого слова, они очень как-то восприняли Андрея Антонюка, и, ну, я не могу сказать, что они его учениками были, но где-то вот они как-то пошли за ним, но не копируя, а вот смотри, как они нашли свой самостоятельный путь, и отойдя уже от вот этого примитивизма Андрея Антонюка, да, смотри, как они вошли уже в постмодернизм, да. Вот это интересно. Я хотел задать вам этот вопрос, а теперь оказалось, что не надо. Влияние есть, конечно. Вот это же здорово, что влияние тех ребят, которые здесь вместе с ним и жили, и работали. Ну, раз вы уже заговорили о Маркетане, давайте продолжим туда про Молдаванова, давайте вот это всё дело продолжим, этот разговор. Ну, и о Мурашкиной давайте скажите, хоть единое слово. Вот как-то я и так не знаю вот работы. Вот, Серёж, ты знаешь? Ну, так, вот на уровне потребителя. Ну, всё дело в том, что у Мурашкиной тут нет вот синкретический жанр. Вот такую вот. То есть там тоже, вот как у Антонюка, у Антонюка, так сказать, вот очень много, очень много, так сказать, тканей, очень много, так сказать, каких-то стволов, которые, так сказать, вот... То есть очевидные истоки, да? Да, истоки очевидные. Вот, то, что собрать не даст, в принципе, любой стиль, любой стиль, вот, который появляется новый, он отрицает предыдущий. То есть, вот, допустим, там, импрессионизм, там, и так далее, там, он отрицал, так сказать, плафицизм, там, академизм, там, и так далее. То есть, вот их там не выставляли в салонах, там, и так далее. Во Франции там целые битвы были, так сказать, первых импрессионистов. потом, так сказать, пошел там дальше сериализм там и так далее, то есть идет отрицание одного стиля другого, то есть меняется время, меняется время, меняется рефлексия художника, меняется потребительское восприятие зрителя, то есть зритель становится сложнее. Вот сегодня у нас, так сказать, вот зритель, он такой мультимедийный, все там в этих гаджетах, компьютерах там и так далее, тому подобное, то есть они получают картинку всегда в готовом виде, то есть они не привыкли работать над картинкой, а тут они получают раз, так вот, авторское полотно, и они смотрят на нее, как на фотографию, то есть вот как что-то там вылезло из гаджета, там такое, да. Часто чисто на эмоциональном уровне, нравится, не нравится. Ой, ой, красиво, какие цветочки. Вот это в интерьер мне или не подходит. Вот это пятно хорошо ляжет туда. Привьемся мы на минуточку, почему, потому что... Орем хором. Вот почему, потому что я хочу сказать зрителям, что я вел разговор с такими знающими людьми, как Наталья Сапак, искусловед, и Сергей Гаврилов. Я не очень знающий. Я... Позволь тебе не поверить, а? Мы продолжим этот разговор, потому что у нас еще много великолепных художников, о которых мы будем говорить в следующих передачах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова